Всем большой привет! Меня зовут Лилия. Добро пожаловать на мой канал Лилия Кроиц. Я вас здесь очень рада видеть. Сегодня я хочу пересмотреть одно свое видео. Ну, точнее, я его уже пересмотрела, но мне хочется посмотреть, изменилось ли у меня что-то с того времени. Ну, все-таки с того видео много воды утекло. Мы говорим о видео, которое я снимала. У меня самое просматривающее на канале было. Это о том, сколько у меня всего интересно. Сколько у меня всего начатого и сколько у меня всего всяких наборов есть в запасе. На этом мне интересно посмотреть. В прошлый раз я показывала 16 начатых процессов и 46 наборов. Ну, без учета схем авторских. С авторскими схемами это был 51 дизайн. Но авторских схем у меня сейчас много появилось, и я не буду вам показывать их в этом видео. Мы сравним именно количество наборов и количество начатых процессов. А если вам интересно посмотреть, какие у меня есть авторские схемы, какие у меня вообще, что в моей схеме находится, я снимала такое видео. Ссылку я оставлю в описании. Заходите, посмотрите, если вам и такое тоже интересно. Ну, а если посмотреть, что 46 у меня было наборов и у меня было 16 начатых процессов, то это получается в общем 62 дизайна. Я вам показала в прошлый раз. И мне даже самой очень интересно, что я вам покажу в этот раз. Потому что ситуация моя немножко изменилась. Процессы поменялись, значит, те, которые были. Многие дизайны, многие наборы какие-то вышивились, какие-то добавились, какие-то поменялись с кем-то. Ну, в общем, посмотрим. Получилось в итоге у меня... У меня процессы... У меня количество дизайнов снизилось или, наоборот, увеличилось. Одно я знаю точно, что у меня, скорее всего, начатых процессов меньше стало. Но это не точно, давайте посмотрим. А, ну и видео, скорее всего, будет немножко подольше, поэтому запасайтесь там своим процессом, который вы сейчас вышиваете. Запасайтесь также вкусным чаем. Особенно люди, которым обычно очень небезразличны, сколько у кого начатых процессов и сколько наборов в хомячей норе. Поэтому, да. Но вы сами включили это видео, поэтому я надеюсь, что вам тоже это понравится. Начнем мы с начатых процессов. Я постараюсь сильно много не говорить про каждый процесс. Ну, вы их, в принципе, уже видели, какие-то из них. И наборы, я надеюсь, что мы тоже с вами чисто сможем пробежаться быстренько, и что мы не будем сильно на этом застрять наше внимание. Вот, начатые процессы у меня находятся в такой коробке. Спасибо маме еще за такую организацию моего процесса, моих процессов. И здесь у меня находится именно то, что лежит, что натянуто на пяльце. Это значит то, что либо активно вышивается, либо будет вот в скором времени активно вышиваться. И первое, что я вам хочу показать, это такой процесс, который находится в этих прекрасных, в этом прекрасном чехле, который мне мама сделала. Вот такой прекрасный. Вы его, скорее всего, видели в итогах ее года. Если нет, то обязательно посмотрите. Ссылку я оставлю. И здесь у меня находится процесс, который я начала вышивать в прошлом году. Это рождественский хлев от Body Threads. Вот такой вот домик в разрезе. Прекрасный дизайн, который вышивается очень легко, быстро. Это вот вы видите сейчас результат всего лишь двух дней, по-моему. Но это просто вот молниеносно вышивается. И я думаю, он у меня долго лежать в начатых не будет. В крайней мере в планах на этот год он у меня поставлен. И остается только вот посмотреть, когда же у меня получится это все сделать. Далее у нас дизайн от Look A.S. Это гобелен, вот такой Санта, который лезет в трубу с подарками, чтобы всем доставить радость. Вот такой прекрасный дизайн, который вышит у меня пока что на этом моменте. С гобеленом у меня немножко сложности, потому что его тут все-таки надо вышивать, вот сесть и его активно вышивать. Ну, неделю как минимум, наверное, и не 4 ниточки, ну, условно говоря, в день. Потому что здесь очень есть много моментов, когда, например, один крестик где-то остается, который нужно сделать, ну, гобеленовый стежок, да, чтобы показать, что это звездочка. И ее иногда бывает не видно, если вот рядом уже все вышито. Поэтому это надо делать сразу, чтобы когда ты узнаешь еще, что там, надо, чтобы что-то довышивалось. Вот, поэтому, собственно, в прошлом году у меня было очень мало времени для этого, потому что не было какого-то вот периода, где я бы сказала, я села вот-вот, я сейчас вот прям вышиваю, 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 потому что все-таки я еще студент. Вот, но я надеюсь, что в этом году у меня продвинется хорошо этот дизайн, потому что я его поставила в план этот год, и я хочу его вышить. Так что будет когда-то, когда-то какое-то время, что я, скорее всего, посвящу там, может быть, месяц именно вышивке этого гобелена. Дальше. Вот такой прекрасный дизайн. Это схема Нады Григорьевой. Вот такая хоббитская дверка. Вот такое вот дерево тут красивое. Посмотрите на этот ствол. Какой он прекрасный, великолепный. И как тут просто цвета между собой переливаются. Очень красивые переходы. Мне очень нравится. Просто для фаната Властелина колец и хоббита это просто вот самое то. Мне она поставила вызов, чтобы я, скорее, показала готовую работу, чем я буду скоро трудиться. Вот. Так что я надеюсь, что скоро вы сможете на канале это увидеть. И я даже нашла один материал, на котором я смогу тренироваться, тренировать оформление, которое я хочу сделать для этой работы. Оно будет интересное очень. Поэтому, если вам нравится интересное оформление, оставайтесь со мной. Далее у нас схема Дариса Княз. Вот такая облепиха. Прекрасная и чудесная. Я начала ее тоже вышивать прошлой осенью. Ну, у меня был такой осенний старт. Три осенних старта. Одну работу я была сразу вышила. Олепиха пока осталась. Вообще, я хотела вышить ее в январе. И вы не должны были сейчас видеть ее в этом видео. Но у меня не оказалось половины ниток. У меня не было половины ниток, чтобы вышить этот набор. Ну, эту схему. Я, видимо... А я думала, что я их купила. Я, видимо, так сильно, так долго думала, что мне надо купить нитки, что я подумала, что я их купила. И вот такое бывает. Ну, ничего. Какие-то у меня есть еще. Ими можно вышить дальше. И, возможно, посмотреть. Может быть, у мамы какие-то нитки есть. Прежде чем покупать новые. Дальше у меня дизайн, который очень скоро закончится. Тоже это старт прошлой осени. Это вот такие малыши от Соды. У меня из этой серии вышито два. И вот этот, значит, еще один останется потом. И будет у меня целая серия из четырех маленьких таких небольших дизайнов. Очень мне они нравятся. Очень классные, красивые. И мне нравится этот вот цветовой акцент в форме, ну, цветка, который у девочки в руках. Вот такая вот, да, вышивка. Осталось совсем вышивать немного. И я думаю, что я очень скоро с этой работой справлюсь. Позор моего прошлого года. Это снеговички от Dimensions. Игрушки, которые так и не вышились, и не доделались. Здесь у меня вышла только одна из шести. И вот одна почти готова. Вот вы можете видеть, и одна еще начата. Вот. Может быть, я хотя бы их закончу в этом году. Было бы хорошо. Но вот как-то вот маленькие Dimensions мне удается тяжело вышивать. Вот. Но я надеюсь, что справимся мы с ними очень-очень скоро. Вот такие прекрасные дизайны. Кстати, я вот этот набор считаю как один. Я как бы понимаю, что это шесть полноценных, в принципе, работ довольно-таки. Кто-то даже маленькие считаются как за отдельные работы. Но то, что вот именно вот в одном наборе находится, вот не могу я посчитать это за шесть готовых работ, например, если когда я это все вышью. Я считаю это за одну, как за один набор вышитый. Вот. Поэтому, если вы считаете друг по-другому, то вы можете число, которое я в конце видео назову, сколько у меня всего дизайнов, то можете просто прибавить еще один, и получится ваше число моих начатых процессов и наборов. Вот это то, что я показала, это будет сейчас вышиваться вперед, и оно будет завершено. Ну, если не, там, ну, хорошо, гобелен, надо будет немножко подождать, но вот где-то месяца на два, наверное, вот это вот у меня будут активные процессы. Плюс-минус, плюс еще один, скорее всего. И, да, я надеюсь, что вам понравится смотреть за их продвижениями. Далее вот такое вот это дверка хоббитская, рождественская, тоже Надя Григорьева. Вот так вот у меня вышито пока что на данный момент, тоже как-то в прошлом году не удалось сильно повышевать много, но вышиться обязательно, я думаю, в этом году. Опять-таки, проблема в том, что я вот оставила этот дизайн на плюс-минус зимнее время, чтобы вот к седне вышить, да, когда осень, когда уже все начало темнеть, а у меня время вышивать обычно только вечером, и мне, ну, сложно удается на темной конве, темными минтками вышивать какие-то дизайны при искусственном освещении. Поэтому, собственно, ничего не получилось пока что с этим дизайном. Еще один чехол, который мне мама сделала, это уже с моей вышивкой, которую я вышивала. Когда-то была моя вторая или третья готовая работа, ну, вообще, с того момента, как я начала вышивать. «Танец силы» называется, это набор «Золотое рно», и, ну, я когда-то думала, что я всю серию вышью, ну-ну. Неа, потому что правда, что неа. Здесь у меня находится на пяльцах вот такой набор от «Золотое рно» тоже к «Дальним берегам». Почему он у меня еще не вышит? Потому что у меня были с ним большие сложности с вот этим моментом, потому что вышивается все одним цветом. Казалось бы, ну, можно же тогда очень быстро вышить, но это так быстро надоедает, так у нас становится быстро скучно и неинтересно, что, ну, собственно, он у меня еще не вышит. Вот, и когда я, как бы, приблизилась к тому, чтобы вышивать более светлые оттенки еще, которые нужно считать, мне это все-таки нравится, то, конечно, да, процесс пошел намного быстрее, и какие-то вот сдвиги получились на этом дизайне. Я в планы на этот год я не ставила, но я думаю, что я все равно его повышиваю еще в этом году, и хочу, чтобы вот так примерно было готово, то есть вот два определенных фрагмента. Вот. Ну, вот такой вот дизайн. И из еще такого большого процесса, из больших процессов у меня есть еще «Антриолис», это гора Фуджи, трептий, у меня готова пагода, я вот вышиваю сейчас гору, и есть еще мостик у меня в запасах, я вам потом тоже покажу. Прекрасные дизайны, и, да, в прошлом году у меня не вышился, может быть, получится в этом году, хотя в планы я его не ставила, вот. Но я решила, что я его не хочу ставить в планы, я буду просто спокойненько, не спеша аккуратно вышивать, и будет у нас все хорошо. Дальше набор, который вы знаете у меня на канале, скорее всего, это вот такой вот «Шаман» от «Дименшенс», и я вам быстро покажу, вышит он у меня пока на вот таком этапе. Прекрасный, красивый, опять-таки, та же самая сложность, вышивать при искусственном освещении вечером темными оттенками. Очень устают глаза сильно, поэтому обычно жду, когда в светлые дни, когда можно вышивать при дневном освещении, или, по крайней мере, вечером еще не так сильно тускло и печально все. Да, и жду подходящего вот момента. И в последнее время, вот в прошлом году было очень мало таких дней, у нас как-то все время пасмурно было, и что не давало мне вышить нормально эту работу. Дальше «Тихий полет» от «Дименшенс», я когда-то его вышивала, начинала вышивать, ой, блин, помните, первый еще апрель месяц стартов, который был, я вот действительно каждый день вышивала новые работы, и подначинала тогда столько всего. Но из хорошего у меня только два дизайна остались, которые с того апреля месяца стартов еще, и это вот такой вот «Тихий полет», вот столько у меня вышито. Самое классное, что здесь вышивается только орел крестиком, а остальное все полукрест. Вот так вот выглядит. Да, ну сильно много тут мне вам показывать нечего. И также вот такая вот итальянская деревенька, это мое обозначение этого дизайна. Вот, и здесь у меня вышито тоже совсем немножко, но это у меня оба дизайна, кстати, в планах на этот год стоят, так что я разделаюсь раз и навсегда с этим апрель месяц стартов. Вот такой вот дизайн. И все, и будет у меня все вышито, и будет все прекрасно. Дизайн очень интересный от РТО, единственная от РТО, который у меня имеется, это память странствий, вот такой прекрасный, и он вышивается на конвес нанесенным рисунком. Я его один раз как-то попробовала, и потом я думала почему-то, что я, ну, в позапрошлом, ну, как почему, есть определенная причина, в позапрошлом году я его вышью, и даже потом еще немножко повышивала. У меня вышивается, пока здесь паруса только. Почему я его немножко забросила, помимо того, потому что я вышивала еще другие процессы параллельно, я думала в позапрошлом году вышить его на подарок определенным людям, вот. И потом с людьми-то я хорошо до сих пор общаюсь, но, скажем так, ну, это родители моего бывшего молодого человека, с которым до сих пор тоже хорошее отношение, что с ним, что с родителями, но вот вышивать и дарить картину именно, ну, маленькие что-то я вышиваю, там какие-то вот игрушки там или еще что-то, или открыточки, и дарятся друг другу, как бы это до сих пор нормально, но целую картину вышивать не знаю, хочу ли я теперь, и вот если честно. Вот-вот прям вот не знаю, скорее всего нет, поэтому она у меня пока лежала, потому что вот я не знала, вышивать с мыслями, а вот это и семье или нет, и бросить это все дело, и вышивать потом для себя или для кого-то другого, ну, поэтому, собственно, у меня картина пока не вышивалась, но, возможно, что я вот в следующем году бы ее все равно вышила бы. И еще последнее, что у меня имеется. Это вообще, ну, это все, что у меня есть из начатых процессов, давайте мы с вами их быстренько посчитаем, и потом перейдем уже именно к наборам, которые у меня есть в запасах. Итак, у нас 13 начатых процессов. Это, конечно, не 16, которые я вам показывала, ну, да, сильно меньше у меня не стало, это количество, но все-таки нельзя не сказать, что у меня тут все-таки есть два процесса, которые завершатся прям вообще чуть ли не вот на следующей или через неделю. Это облепиха с малышами. Вот, плюс потом еще вот определенный, который я хочу прямо вышивать сейчас, то есть у меня вот в ближайшее время все равно ожидается из этих вот наборов именно финиши, и очень мало начатых процессов. Хотя они все равно будут, но не сейчас и чуть попозже. Дальше мы перейдем к наборам. У меня тут две коробки. Начну я вам с вот этой показывать. Обычно простая вот коробка, прозрачная. Но у меня есть еще другая красивая, ее покажу вам потом. И первый набор, который я вам хотела бы показать, это вот такой набор от Золотой Ренон, когда зажигаются огни. Чудесные песики, такое английское Рождество, очень красивое, мне нравится. Это именно рождественский такой сюжет. И к этому году я не вышиваю, к этому году у меня другие классные рождественские дизайны, но, может быть, подумаю над тем, чтобы вышить его к следующему году. Так что тут такие негласные планы на 2023 год уже составляются. Да, помимо этого, золотое, давайте так посмотрим, что именно золотое Рено, что у меня есть в этой коробке, есть вот такой прекрасный дизайн. Совет мудрых называется. Очень давно я за ним охотилась, мне он давно как-то был, понравился, но его, вот в тот момент, когда я его нашла, он уже был снят с производства, и не было его нигде просто, и не было ни схемы, ничего, я была очень сильно расстроена долгое время. Но потом, спустя несколько лет, я где-то случайно его просто увидела, и я просто была, не поверила своим глазам, но потом взяла этот дизайн, и все-таки он у меня, я думаю, будет вышиваться скоро, я надеюсь, но он очень большой, он очень большой, тут 44,8 на 33,2 см на 18 конве, и очень будет долго ушиваться, такой долгий процесс, на него все-таки нужно еще настроиться, вот. Ну вот такой процесс у меня есть. Кстати, из этой же такой вот схемы, из таких же ловцов снов, птичий совет есть и птичий базар, вот. А они, главное, перезапускаются, их можно спокойно взять, а вот этого набора нет. Ну, возможно, я знаю, так кому он нравится, и, возможно, для золотой Рено это было не пытано, но все равно как-то обидно. Далее у меня есть вот такой прекрасный дизайн, это золотое Рено, линия жизни, любовь, у меня вышита молодость, и вот любовь ждет своего часа, когда будет определенный человек, с которым я буду знать, что я вот буду смотреть на эту картину, и буду его постоянно видеть, ну, в плане, что мне будет ассоциироваться именно с этой любовью. Хочу вышить потом всю серию, когда-то это будет следующий набор брак и рождение, которых у меня нет, потому что, ну, смысл мне сейчас брать, они все равно есть еще в продаже. Вот, вот такой вот небольшой буквально дизайн, который вышится очень быстро, но, да, хочется вышивать именно вот в определенные этапы жизни, их вот эту линию жизни, когда, скажем, актуальны будут. Думала я когда-то, что я это скоро вышью, но не тут-то было, еще он меня немножко подождет этот дизайн. Также от золотой Рено у меня есть вот такой вот кот прекрасный с рыбками, который мечтающий, тоже думала его сделать, я думала из него сделать такую подушку, короче, было бы очень символично, но еще не уверена, но вышивать точно буду, возможно, кому-нибудь на подарок. Что у меня есть еще? У меня есть еще «Аура дождя». Прекрасная картина Леонида Афремова, очень мне нравится Афремов, очень мне нравится его картина, они такие яркие, живые, и, да, думала вот сделать, у меня уже вышит Ван Гог, если вы знаете, видели его, то и вот какую-то такую, может быть, серию заделать именно с картинами классных художников, было бы очень классно. Вот, возможно, у меня что-то с золотой Рено еще в другой коробке, но давайте мы с вами будем смотреть дальше, это у нас набор от Архивариус от Неокрафт, прекрасная вот такая мышь, такой мышь или крыс, кто это, мышь, наверное, да, мышь, ну, будем думать, что это мышь, но вот такая вот свеча, у нас тут все вот чернила красивые, очень люблю такую книжную тематику, мимо такого набора не смогла просто пройти. Набор от Черивни Мытья, у меня их немного, у меня их всего два, вот такая северная столица, очень атмосферный, красивый дизайн, вот, да, подойдет к другому моему дизайну от Панны, который сейчас, ну, вы его скоро увидите, я так думаю. Дальше, набор от Панны, но не тот, про который я думала, новогоднее угощение, вот такая сыраная елка, с мышками, очень классный, такой живой, яркий, веселый дизайн, и из него было бы прикольно сделать что-то, типа, дневничка какого-то, и для записи новогодних рецептов, не знаю, что-то типа того, или какой-то такой вот, может быть, сумочки, или нет, или какого-то мешочка, ну, не знаю, что-нибудь такое интересное сделать, хотелось бы прикольное, конечно, но такой вот прекрасный дизайн. Из похожего, яркого, классного от Панны, у меня есть вот такая жизнь, как она есть, это такие тут, если вы можете видеть, овечки в разных-разных таких вот, есть и Дед Мороз, и тот, который звезды к небу пришивает, да, и художник, и тот, кто пузыри пускает, и в ванны купается, короче, классный дизайн, мне папа его когда-то давно подарил, и да, я его несколько раз чуть-чуть не начала, но я его брала оттуда канву, и я все хотела вышивать и на равномерки, но равномерки, именно тогда, когда я хочу спонтанно начать этот дизайн, у меня нет равномерки, так что да, надо будет как-нибудь запустить равномерки, чтобы можно было спокойно вышивать потом этот дизайн, продолжаем набор от панны, маленькая Венеция, давайте я покажу вам просто обложку, так будет лучше видно, прекрасный тоже яркий дизайн, мне невероятно нравится, но тут такая схема, черт ногу просто сломит, собственно, поэтому он у меня еще не начатый, и ждет своего часа, ну, блин, потому что это просто, ну, это прям надо настроиться, и это опять-таки не тот дизайн, который у вас будет долго, лежать начатых, его вышивать скорее всего надо будет сразу, иначе потом запутаться в нитках, вы запутаетесь, где вы находитесь, вы запутаетесь просто, опять-таки, я его еще не начала, возможно, это не так, но схема тонко, но схема очень-очень тонко на это намекает, поэтому да, кстати, тут очень интересный дизайн, есть у них на другой обложке, ладно, сильно долго смотреть не надо, а то еще и включу чего-нибудь, вы думаете, панны закончилась, не тут-то было, еще, еще один набор от панны, это вот такие фонарики, очень красивые, мне нравится, это у них такая, ну, не серия, как бы есть вот такие фонарики, а есть такие дома в улитках, как-то, по-моему, или улитка там просто, как-то, с какими-то феями, еще, но это еще не помню, но такие сказочные именно сюжеты, мне безумно нравятся, очень красивые и классные, и такие какие-то теплые, атмосферные, в общем, просто великолепно, я все предвкушаю, как будут вышиваться эти фонарики, а эти фонарики, мне кажется, вживую на конве, они будут просто выглядеть невероятно, набор от паны, и кто бы мог подумать, это портофина, красивые, мне нравится тут небо, по-моему, я бы из-за неба не захотелась, вы посмотрите, какое оно красивое, блики на воде тоже нравятся, единственное, что я обычно, если вы меня давно смотрите и знаете, я наборы покупаю, и вышиваю тогда, когда я, в принципе, могу себе какое-то оформление представить, здесь я это представить не могу, то есть, именно, скажем так, и я не вышиваю, когда я знаю точно, уверена, что это пока что в стол будет, как-то, или в рулон, но это вот, по-моему, пока что единственный такой дизайн, который я уверена, пока что вроде бы, что это будет стол вышиваться, а потом, если я придумаю какое-то оформление, ну, это будет классно, из-за его формы, То, что овальная форма, я не совсем принимаю, что с ним делать, потому что овальных паспортов у нас нету, а вот что тогда? Просто вот как здесь оформлено, ну, мне так не очень нравится, но, посмотрю, может быть, я, скажем, применю свои какие-то, не знаю, какие качества и попробую сама вышить еще тут уголки, чтобы можно было сделать нормальную картину, возможно, я так и поступлю, но, да, будет потом видно, когда я буду вышивать. Но, возможно, я как-то либо с формой поиграюсь, либо, ну, буду вышивать стол. Наборы от Dimensions у меня есть, вот такие два рождественских дизайна, вот такие птички мне очень нравятся, птичка я как-то уже вышла, но я ее подарила, и хотела бы себе все-таки нам вышивать еще таких птичек, украшения, это такие вот они, рождественский орнамент называется, флажки получатся, у меня есть любовь, у меня вышитая, и вот остались. Ну, и как, что значит остались, пока у меня есть вот такие вот два дизайна. Единственный набор от фирмы Oven, который у меня имеется, это яблониевый цвет, как-то у меня вот думала, что сделать, можно красивую сумку пошить из готовой работы. Есть у меня пару идей, посмотрим, получится ли это сделать. Невероятно романтичный дизайн от фирмы LUCAS под зонтом 2, тоже такая большая красивая картина, и, возможно, была бы в пару к моему романцу, если кто-то его знает и помнит еще, потому что тоже пара, тоже вот они как-то так обнимаются, такая вот прям романтика, романтика. Великолепно, вот. Но, опять-таки, если вы спрашиваете, почему много из этого еще не вышито или не начато, так это то, что потому что все вот эти работы, про которые я говорю, блин, вообще прям самые красивые, они самые большие у меня. И повышевать, начать их всех, ну, это вообще будет. Просто, чтобы их вышивать, тогда надо именно вот поставить одну такую большую работу и несколько таких средних планов, а у меня обычно еще вот начатые есть какие-то, которые хочется вперед закончить или надо для чего-то закончить, в общем, поэтому пока лежать, но они будут определенно начатые. И давайте, значит, как вы, если вам какой-то набор сильно понравился и вы думаете, это вообще преступление, что он еще не вышит, не начатые, вы напишите мне в комментариях, какой будет закрепленный пост и напишите именно вот из не начатого нового, что вам нравится, что вы думаете, что вам надо вот вперед вышивать и хотите увидеть это завешенным, начатым, как получится. И какой набор больше наберет. Значит, голосов тот мы с вами в этом году начнем и постараемся очень хорошо продвинуть. Ну, если это, конечно, сильно большой процесс будет, то это продвинуть, если нет, то, ну, вышить, возможно, вышим. Так, здесь у нас 16 наборов, а это значит у нас, мы с вами посмотрели на 29 дизайнов. И знаете, что мне кажется, что у меня будет очень сильно меньше, чем это было в прошлый раз в видео, потому что у нас осталась только одна вот такая вот красивенная коробка. И будет прям очень сильно посмотреть, какая же все-таки разница у нас получилась. Набор от Панны, золотая коллекция, вот такая итальянская лазурь. Вот она вот такая чудесная, прекрасная. Вот как бы вам, о, вот так вот, наверное, да, чтобы не отзвечивала. Вот. Прекрасный дизайн. Я тут единственное поменяла канву, потому что я не люблю именно золотую серию, оригинальную канву от Панны, которая здесь предложена. Я меняю на обычную от Свайгард и очень потом счастлива. Портофино, очень туда хочу как-нибудь съездить. Вот надо, наверное, вышить эту итальянскую лазурь, чтобы наколдовать себе поездку в Портофино и там пофотографировать эту работу. Было бы прям очень-очень классно, да. Но вот она прекрасная, конечно, сильно мне нравится. Посмотрите, может быть, вы про нее проголосуете. И два набора, за которых голосовать, пожалуйста, не надо. Да, и еще третий будет, это наборы те, у меня есть три набора, которые я купила, чтобы вышить в будущем. Сейчас я их вышивать не буду по определенным причинам. И вот эти два набора я себе купила в декабре месяце, вот который прошел только что. Это вот таких два классных Dimension сапога рождественских. Почему я их вышивать, во-первых, почему я их купила, потому что они были с большой скидкой. Вот этот сапог я купила за 25 евро, а чаще всего я в магазинах его вижу, ну, самое дешевое 45, а то и 57 евро. Поэтому я подумала, пока такие цены надо брать. И этот тоже был с большой-большой скидкой. Поэтому я их взяла, чтобы они у меня были, чтобы они никуда не пропали из производства, там, или еще нет, и бог чего. Почему я их сейчас вышивать не буду, потому что у меня, мне вышивать незачем. У меня есть самые красивые сапоги, которые вообще существуют, мама у меня их вышила. Один у меня здесь дома находится, другой у дома у родителей, у моего брата также два сапога, у мамы с папой есть сапоги. И, собственно, у бабушки и дедушки есть сапоги, собственно, вот, кого мне вышивать. А все-таки это такие большие, ну, сложные процессы, которые, ну, просто кому-то вышивать не будешь. И мне все-таки хочется, чтобы они были когда-то у меня дома, вот, потому что, ну, они очень красивые. Ну, и кому их вышивать? Тому, кого еще пока что нет. То есть это будущая семья, это, возможно, будущий муж, дети, которые когда-то, да и бог, будут. Тут, в общем, семья, которая еще будет создаваться только. И с одной стороны, да, можно же вышить сапог вот так вот до имени, оставить, положить какой-то файлик туда, убрать. И потом, когда появится имя, вышить там имя кого-либо. Ну, я имею в виду мужа или детей. Но, гораздо же приятнее вышивать наборы, начинать их, когда у тебя есть не гипотетический, а реальный человек в мыслях, для кого ты это вышиваешь. Или перед глазами даже, лучше всего. Поэтому они у меня, собственно, еще не начаты, поэтому они у меня будут лежать, поэтому буду ждать своего часа, когда, когда будут люди именно у меня уже перед глазами, которых, которым я это буду вышивать. Вот, поэтому я с таким их купила. Я надеюсь, что вы меня понимаете, что идею поддерживаете. Да, и еще один похожий дизайн, это, конечно, не рождественский сапог, это вот такой вот дом прекрасный, чудесный. Я не то, чтобы на примету его вышивать буду, но мне очень хочется вышивать. Я так хочу его иногда научить, прям очень сильно, но я хочу его, знаете, когда начинать вышивать, когда вот будет, например, семья уже, или вот в планах, да, и вот будет выбираться там квартира или дом устроиться вообще. Я надеюсь, моя будущая зарплата будет это позволять. И вот об этом думать, и вы знаете, вот когда при выборе, при перееезде, когда там пытаются обустраивать все, чтобы было красиво, все уютно, вышивать этот красивый, уютный дизайн, и чтобы с мыслями такими теплыми об этом доме, в общем, чтобы вот именно вот такие вот мысли были. Поэтому, да, поэтому он у меня еще не вышивается. Будет ждать того момента, когда я буду вот создавать тоже свое уютное гнездышко. Да, но, повторюсь, иногда очень сильно хочется его начать вышивать. Тут, кстати, это один из единственных общих наборов, по-моему, который есть, Dimensions, с равномеркой. Вот, я когда увидела первый раз, я была вообще в шоке, думаю, ничего себе. А что, так можно было? А нельзя так было делать чаще. У них, по-моему, чаще всего именно полная сушивка, а тут на небе именно белым цветом не вышивается. Вот. Так что, если у меня вот такие вот три прекрасных набора, которые, пожалуйста, вы пока в комментариях не пишите, ну, а если напишите, то я их читать не буду, потому что я их вышивать буду реально потом. А остальное все можете писать. Вот. Дальше у нас, значит, оставшаяся потом часть триптиха, когда я вышиваю, когда я довышиваю гору Фуджи, останется у меня вот такой вот мостик. И я очень надеюсь, что мы его... Ну, опять-таки, это пока что будет вышиваться, а потом когда-то, когда у меня будет другое жилье, оформляться только тогда, потому что здесь у меня... Ну, у меня тут одна комната, куда мне сюда все вешать. Далее у меня тоже набор от Черевны Мыть. Вот такой старый мостик, набор без названия. У него только номер есть, 391-й. Но вот такой вот старый мостик я его называю. Что-то вот в нем мне нравится. С одной стороны, может кто-то сказать, что проработка странная, или там еще что-то, или как-то непонятная. Я согласна, но мне нравится. Вот не знаю, вот нравится, и все. И я его купила когда-то вот в Астане, когда в гостях было. И это прям такое, прям мистика-мистика на какой-нибудь Хэллоуин, украшатель, наверное, просто было бы вообще классно. А, кстати, помните, я вам показывала наоборот Черевны Мыть и говорила, что у меня есть похожие в пару. Там северная столица была, там монохромная. Вот. Так вот, похожие, это набор от Паны Тени. Вот. Но все равно другой набор, согласна. Но тоже монохромная, и тоже вот такая вот атмосфера здесь просто чудесная. Вот, классная такая вот все. Немножко даже такая, ух, мурашки по коже не идут ни у кого. Но мне тоже нравится набор, его давно хотела, получила. Но тут тоже прям надо настраиваться и все, ну, не сейчас вышивать, когда такое освещение, а тогда вот будет прям хорошо все. Мы приближаемся, кстати, к концу. У меня намного меньше наборов получается, чем в прошлый раз. Набор от Паны «Окно в Париж». И, значит, в пару к нему «Майское утро». Вот такое. Очень классно. Именно дизайны. По-моему, больше у них в этой серии ничего нет. Да. Далее у меня идет набор от «Лукаэс». Вот такая вот панелька, земляничный этюд. У меня было одно время, когда я хотела все такие панельки вышить. Видите, если вы знаете, там вот разные есть. Там есть и клубника, и горох, и тыква, и вишня, и вообще, и малина, и чего только нет. И вот мне хотелось, ну, не на кухне, а вот где-то в какой-то столовой, знаете, вот так вот все повесить, чтобы было все такое светлое, в белых рамах. Вот было бы очень красиво. Да. Ну, в общем, я, по крайней мере, хочу. Получится ли у меня потом там, так как я себе сейчас это представляю, оформить или нет, это другой вопрос, конечно, потому что я себе представляю одно помещение, например, да, а потом будет чем-то совсем другое, и будет видно, да, получится или нет. Дальше у нас вот такой приятный вечер от «Неокрафт». Опять-таки книжная тематика, которая мне нравится. Но я могу сказать честно, вот у меня есть некоторые от «Неокрафт» вышитые, и даже в прошлом году была вышита одна. Но мне они очень нравятся, я их хочу очень сильно вышить, и мне нравится еще от них дизайн, но я думаю, вряд ли, наверное, уже их буду покупать и вышивать. Но вот этот приятный вечер я еще вышью, ну, мне очень нравится, классно. Люблю такую книжную тематику. А, и вот дальше у меня, в принципе, наборы от «Жар-птицы». Вот такой вот летучий джентльмен, один у меня уже вышит, если вы его знаете. И вот я хотела вышить еще несколько. А учитывая, сколько у меня ниток осталось от прошлого набора, если тут стоит столько же, то я смогу еще третью мышку такую вышить. И у меня есть вот такие вот бамли. Ну, это не я покупала, это мама мне отдала, потому что она вот не захотела больше их вышивать. И сказала, что я могу их когда-нибудь вышить. Мне нравится эта вот такая избушка, и к ней баба-яга. Вот. Можно будет детям сказки рассказывать. Правда, у меня не хватает других персонажей, а просто сказка про бабу-ягу, ну, наверное, можно что-то придумать. Вот. Ну, или будет мне рабочее место украшать, потому что у меня рабочее место будет связано с языком русским. Ну, и не только. Не помню, я вам оговорила, рассказывала или нет. Вот. И знаете, на этом все. Все, закончились. Закончились мои запасы наборов и мои, значит, начатые процессы. Закончились. Сколько я говорила там? Так, я говорила, у меня 13 начатых, и 16 было в той коробке, значит, это 29. 29, и смотрим, значит. Один, два, три. И в итоге мы с вами посмотрели сейчас на 43 дизайна. На 43! В прошлый раз это было 62. То есть, я думаю, мы с вами... Ну, это король... Да, мы не считаем то, что у меня авторских схем очень сильно прибавилось, да. Там, конечно, ухо. Вот. Но у меня в саге, помимо этого, есть еще просто скачаны те же самые некоторые вот эти процессы, которые, чтобы по перенабору вышивать. Но, тем не менее, 62 и 43, я думаю, результат очень классный и хороший. Все-таки у меня сокращается это все количество, и я считаю, это очень даже классно. И это не значит, что когда-то у меня закончится, мне нечего вышивать будет. Все-таки у меня сколько тут процессов еще, да, сколько неначатых дизайнов. Вы видели их масштабы, их размеры, и вы, наверное, скорее всего, уверены тоже, что вышивать мне еще это предстоит очень много лет. Ну, плюс еще новое появляется. Хотя, вот, если честно, я в последний раз вот купила вот эти сапоги от Dimensions, а до этого я не покупала вообще очень давно наборы. Ну, вот от слова совсем. Больше все-таки дизайнерские схемы сейчас идут у меня в приоритете. И то даже в последнее время тоже не сильно много, потому что как-то вот, особенно последний год, ну, не было прям вот сильно. Ну, про Надю Григорьеву я молчу, у нас с ней вообще вкусы синхронизируются походу. А вот, если так смотреть глобально, не было прям такого, чтобы я, ну, не знаю, каждый месяц хотела там по 20 дизайнерских схем купить. Ну, я утрирую, конечно, да. Но вот как-то, да, как-то вкусы то ли поменялись, то ли... Я вот не знаю, с чем это связано, но в прошлом году было даже, ну, и немного покупок. И я думаю почему-то, что вряд ли это в ближайшее время поменяется. Вот. Но 43 дизайна, это меня даже, если честно, радует. Очень как-то, как-то это приятно осознавать. Хотя, вроде бы, и запасы большие, нравится и хочется иногда, но мне надо все-таки время еще на другие мои хобби-увлечения. Кстати, если вдруг вы заметили картину сзади меня, скорее всего, вы заметили, если вы постоянно смотрите на экран, ну, или иногда на экран смотрите, сильно на нее не обращайте внимания, потому что она еще только начата, и ей еще рисоваться и рисоваться. Кстати, да, по слову того, чтобы на другие мои увлечения мне времени хватало, вот, например, чтобы картину наконец-таки дорисовать. Вот. И я надеюсь, что вам видео понравилось, что вам было интересно посмотреть на мои вот дизайны, на мои процессы и на мои наборы, которые у меня имеются в запасах. Я буду ждать вас в комментариях. Надеюсь, что с вами можно будет приятно пообщаться. Не забывайте также написать, что вам бы хотелось именно из наборов, чтобы было вперед быстрее вышито, или, по крайней мере, показано вам, как оно вышивается. И, возможно, мы с вами что-нибудь такое не придумаем. Невозможно, а я пообещала, чтобы мы в этом году попытаемся этот дизайн очень хорошо продвинуть вместе. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, и заходите также в мой инстаграм, и я ссылки все оставляю всегда под видео. Надеюсь, что вам будет тоже интересно со мной пообщаться и в инстаграме тоже. Но с вами увидимся уже совсем скоро, и если не на этой неделе, то на следующей. Я на это очень надеюсь. Ну, а пока что я с вами прощаюсь. Всем пока-пока, до скорых встреч. Я надеюсь, что вы хорошо провели время. Увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok